Недавно мне задали вопрос. Хотели узнать, какой режим интервального голодания лучше? Поделюсь своим мнением. Есть много разных режимов. Можно голодать ежедневно, чтобы между приемами пищи было 8 часов, плюс 16-часовое голодание. 6-часовой промежуток плюс 18-часовое голодание. Либо 4-часовой промежуток. Скажем, вы едите в час и в 4 часа дня, и тогда у вас 20 часов голодания. Ещё есть голодание через день, а ещё голодание по выходным или голодание 1-2 раза в неделю. Возможно, там голодание длится целые сутки, так что вариантов множество. Но с этими двумя режимами не всё так гладко. Я говорю о голодании через день и 1-2 раза в неделю. Я получил много отзывов от тех, кто практикует голодание через день или пару раз в неделю. И у них почти у всех был сильнейший голод, затуманенность сознания, проблемы со сном. Всё потому, что они так и не дали телу возможность адаптироваться. Я же рекомендую постоянство. Разве есть какие-то причины не практиковать какой-то режим голодания регулярно? Я имею в виду ежедневно. Поэтому обсудим, какого режима следует придерживаться ежедневно. У интервального голодания много плюсов, но цели — справиться с инсулинорезистентностью, снизить уровень инсулина, помочь телу перезапуститься. Я бы выстраивал режим голодания в зависимости от физиологических особенностей. Если у вас быстрый метаболизм и вы молоды, то стоит выбрать 16-часовое голодание и 8 часов между приёмами пищи. Чем старше человек, тем медленнее метаболизм, и тем дольше надо голодать. Стоит постепенно переходить к режиму 20-часового голодания с 4 часами между приёмами пищи. И в конце концов перейти на одноразовое питание. Это лучший вариант, особенно для тех, кому за 50. Итак, если соблюдать режим голодания регулярно и постоянно, тело адаптируется к этому режиму. Это даст возможность поддерживать инсулин очень низким и позволит телу постепенно стать здоровым. Но я считаю, что здесь очень важен постепенный подход. Поэтому рекомендую начать вот с этого режима, затем медленно переключаться на эти и просто следить за самочувствием. Также смотрите на плюсы. Если вы застряли на плато, если плюсов стало меньше, перейдите на следующий режим, увеличивая длительность голодания. Вот и всё. Спасибо за просмотр. Продолжение следует...